здравствуйте друзья мы с вами сейчас участвуем в эксперименте некоторым по съемке камеры gopro я расскажу что значит там за этой историей стоит а дальше мы будем посмотреть позвонил мне товарищ мы с ним учились когда-то в одной группе в институте связи москве много лет назад то есть моих лет уже и он живет сейчас в вашингтон дисси вот в тех краях смотрит наши видео иногда и поскольку он автомобилист такой заядлый он когда-то был гонщиком там участвовал брали там побеждал и так далее он вот как человек который любит автомобили он говорит смотри машина у тебя тихо сама по себе как бы вроде бы можно снимать там и на звук должен быть хорошим но что происходит говорит он стекло к которому ты крепишь к которому ты крепишь значит камеру стекло является резонатором и особенно вот когда ты заводишь машину то есть какие-то моменты когда какие-то частоты очень сильно чувствуется он говорит что смотрел наши видео специально сравнивал значит с телевизора с компьютера и не помню там с чего еще значит с наушниками с обычными динамиками играть вот на телевизоре совсем плохо и я кстати тоже замечал вот мы когда на даче там приезжаем и гости у нас и мы начинаем им показывать на телевизоре действительно очень шумно то есть если ветер тоже такой ветер значит если там просто что-то шумит значит ну просто кошмар на телевизоре очень плохо слышно на компьютере вот с наушниками качественными вроде все нормально в общем и он говорит решение говорит он состоит в том что ты не должен крепить камеру на именно вот ветровом стекле а надо умудриться но у него такие знаете технократические решения там какую-нибудь скобу к там какой-то раме вот тут значит еще там что-то но это я как-то знаете я никогда в гараже ничего не делал там вот и там как-то опыта у меня такого нет слесарного поэтому думаю не буду никакие рамы там крепить но дальше что он говорит я подумал что это разумно вот если бы у тебя было как например ну там навигационную систему ставят или там допустим сотовый на такую подушечку которая лежит на дэшборде на приборной доске тут сверху я подумал мама родная так у меня же есть у меня же есть подушечка я когда-то за 15 долларов купил подушечку к ней за трешку значит еще на присоске такой штырек я бы сказал я показывал много раз я понимаю что мало кто-то видел из тех кто сейчас смотрит но тем не менее у меня есть такая штучка она стоит на дэшборде и пожалуйста значит но что получалось камеры которые я туда вешал раньше к ней были тяжеловаты то есть при том что это были небольшие относительно камеры там какой-нибудь sony hd там там какой-то но но все crx они все равно были достаточно габаритными для такой маленькой штучки а камера gopro то она же вообще нет смысле веса там чего хочешь вот и мы с вами видим вот как она сейчас стоит причем товарищ мне как бы четко сказал я могу на хайвее проблема с шумом или по городу он год именно по городу говорил он потому что я то считал что по городу вроде ничего вот мы сейчас стоим так вообще тихо знать сейчас мы трогаемся вот смотрите раз трогаемся тут еще дорога не очень ровно и что тут повреждение вот вот вы поехали вот мы там ускоряемся вы можете посмотреть я как бы специально вас подвел вот этот момент уже помогли оценить сравнить может быть что-то посоветовать я хочу сказать что вот машина в этой полосе это полоса хуже качества я специально еду по ней потому что если бы я хотел более ровную полосу я бы ехал ливии а я сейчас специально еду по этой чтоб она и тряханула и там нет не знаю там что может быть связано с не очень хорошей полосой с тем чтобы вы посмотрели на картинку я потом тоже посмотрю естественно но как бы у вас то больше глаз правильно это один всего вот и то что я сейчас вижу она изумительно катит вот конечно там где я сижу вот над рулем за рулем и сверху поверхность достаточно ровная но я бы сказал почти горизонтально если бы она не была немножко пока ты обе стороны вот она не идеально плоская с точки зрения габаритов под этого устройства которые сверху стоит но если я поставил бы это все там где водитель водитель там где пассажир вот у него перед перед носом там панелька имеет другой наклон она так больше на пассажира имеет наклон и я не уверен что она потом здорово встала не знаю честно не могу судить вот так что это будет отдельно попробовать но во всяком случае если вы скажете что это как хорошо и допустим лучше это решает какие-то проблемы звука то мы безусловно так вот и будем ездить мир мне так нравится вот я пока вот это дело я первый раз друзья первый раз я камеру gopro гоняю на этой подставке мне очень-очень пока что нравится это кучение что я у прицела сижу но мы люди мирные так просто вот это да 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 у нас происходит в цифровом формате дискетку что дальше дальше мы обсуждали вопросы шума при ветре и я пошел посмотреть что есть на цели там продажи ну или просто чего люди говорят знаете потому что значит что получается если это микрофон выносной на него надевают такую мохнатую фиговину и он в этой мохнатой фиговине как бы ну без ветра обходить как бы шума ветра нет это понятно бывает еще когда там совсем профессионально один с камеры другой с удочкой так выходит там микрофон на ней висит в таком как от меховом таком облачение или там искусственный мех или настоящий такой план но я же не не пользуюсь выносным микрофоном и мой вопрос такой могу ли я что-то сделать в условиях когда у меня микрофон на камере поэтому я пошел посмотрел и обнаружил мужичка на ютюбе который предлагает совершенно замечательное решение то есть он я не знаю честно как по-русски эта штука называется у нас называется волкро это когда но как на кедах там застежки бывают на кроссовках такие на липучках да вот на липучках значит он говорит вода взять липучку к этой липучки он значит приделывает такой мех ну в том в том смысле в каком на видео там мех у него искусственный это называется лисий мех fox и вот с этим вот лисим мехом он его на этих волкро пристегивает к камере а на камере соответственно вокруг микрофона он тоже вот такие маленькие полосочки это волкро делает и эксперимент мужик сделал такой он дома находится у него там тихо играет музыка и мы слышим музыку пар параллельно с этим он включает вентилятор вентилятор дует на камеру соответственно вы слышите два звука один звук это воздух который дует на камеру и второй звук это музыка и дальше он посреди этого дела наклеивает ну на волкро значит прилепливает вот этот кусочек там меха искусственно и происходит чудо то есть звуки вентилятора практически отсутствует я не хочу сказать на сто процентов на 99 с половиной отсутствует а музыка таки слышно вот и значит мне осталось приобрести кусочек меха волкро я надеюсь у нас дома есть ну а нет такая приобретем волкро ну сколько там у нас этих камер значит тем более что на ветру то я снимаю далеко не с каждой в общем я надеюсь что мы вот это все так разрешим вот я почему рассказываю потому что я сам тоже переживаю когда шумно когда ветер когда начинаешь служить ставить там видео на тех гостям и вдруг идет какой-то треск такой которого я в наушниках никогда не слышал и это в общем уже уже делаешь так хочется же качественную вещь не никто не хочет сделать дрянь какой который смотреть неприятно так что вот мы работаем над этим и ветераны связисты ветераны автомобилисты приходится своими решениями так что вот идея о том что ветровое стекло является резонатором я думаю что эта идея такая автомобильная то есть простой человек гражданский вот как я например то есть услышав это я могу сказать да похоже действительно здоровенная дурынга тут стоит единым куском вот конечно должна вибрировать но и там на себя все принимать но в общем то пока тебе этого не скажет мне конечно в голову не приходил я думал что это какой-то еще шум который внутри салона но вот нам говорят да нет внутри салона относительно тихо это стекло то есть когда на хайвее например мы идем на скорости там и значит шумит это на самом деле по нож шумит от микро ударов которые так получается концептуально мы попробуем как это будет реально происходить но получается что как бы она шумит от ударов покрышками по хайвее там такая шершавая поверхность достаточно вот и дальше передается на стеклышко и вот так со стеклышко уже нам на камеру а в ней встроен микрофон а как закрутил в общем друзья я свой научный эксперимент на этом месте прекращаю я считаю что мы с вами имеем достаточно материала чтобы значит приобщить диссертации еще хочу сказать что запись сейчас идет кверх ногами потому что камера у меня обычно стоит то как бы сверху вниз висит и она перенастроена на то чтобы картинка была кверх ногами так что я сейчас я снимаю вверх ногами а потом когда приду домой мы начну монтировать мне придется перевернуть на 180 градусов это уже в моем этом pinnacle studio там это легко делается такие вот дела друзья не так все просто как может показаться счастливо и до скорых встреч поделитесь пожалуйста вашими впечатлениями о звуке и на самом деле о картинке тоже потому что я старался так настроить я достал сотовый подключился там через вайфай к камере посмотрел что у меня видно в нее потому что мне не хочется чтобы было много капота вообще не хочется чтобы был капот поэтому вы уже скажите что там как там и с качеством картинки и с качеством звука если вас не затруднит вот спасибо большое